Здравствуйте, мы беседуем с Ольгой о изменении климата. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Борис. Сегодня у нас очень классная тема, она как раз-таки про глобальное потепление и что же это все-таки такое экологическая катастрофа или заговор ученых, как многие тоже любят об этом поразмышлять. И мой первый вопрос, как вы видите текущую ситуацию с изменением климата, с глобальным потеплением, как вообще это на сегодня развивается? Ну, климат теплеет. Как бы вот, да. А то, что вы сказали, это как всегда и то, и второе, и третье. А главное достижение человеческой цивилизации – это глобальная показуха. Мы все изображаем из себя черт знает что. Ученые изображают ученых, политики, политиков, женщины – женщин, мужчины – мужчин, террористы – террористов. Все из себя что-то изображают. И всегда практически все сводится к показухе, к шуму, как у обезьян. Пошумели, пошумели, пошумели и разбежались, и тишина. Последнее достижение у нас в Канаде – запретили выдавать в супермаркетах пластиковые мешочки. Но при этом кетчуп в пластиковых бутылках, молоко у нас в пластиковых пакетах. Ну, все, что можно только перечислить, все в пластиковых. А сейчас выдают непонятно какие-то мешки. Ну, кто-то выдает бумажные, а кто-то выдает такие постоянные. И сейчас этих мешков стало море и океан. То есть расчет на то, что мы не заплатим там лишние полдоллара, он очень плохой расчет. Люди берут. А когда доставка домой, так они их привозят. У нас этих мешков, они не совсем из ткани. Хрен знает из чего. Я не думаю, что они очень хорошо разлагаются. Они не похожи на что-то естественное. Но о них же никто не думает как о одноразовом. О них думают как о многоразовом. Но пользуемся-то мы ими как одноразовым. И вот сейчас, если посчитать по массе неперерабатываемого пластика или там из чего они делают эти мешки, я думаю, что принесено гораздо больше вреда, чем пользы. Потому что мы их точно так же выкидываем. Еще был у нас скандал. Разделяли мы пластик и не пластик. А потом выяснилось, что свозят их на одну и ту же свалку, где они перемешиваются. И никто ничего не перерабатывает. Да, 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 да. Серьезно? Да. Ну, видимо, не всюду и не всегда. Но вот... Если есть прецедент... Это знаете, как Борисович, всегда есть, знаете, лазейка. Когда ты перерабатываешь, раскладываешь мусор, вернее, сортируешь мусор, и у тебя всегда есть черный пакет, в который ты сбрасываешь всякую фигню, который один раз в две недели забирает. И у меня вопрос. А если есть такой пакет, в который можно складывать все подряд, зачем? Тогда сортировать мусор вообще, ну, в принципе. Вот это вот меня прям всегда очень забавляло. И вы сейчас мне говорите о том, что... Ну, я догадывалась, что есть такое. Все показуха. Допустим, сейчас, когда идет строительство и роют, как бы, грунт, ну, что в этом грунте плохого может быть? Грунт и грунт. Он может там давно уже лежать, еще до индустриальных времен. А его запрещено выбрасывать на обычную свалку. Его надо делать анализ и свозить только в определенные места, за что платить большие деньги. Раньше все, кто строители, они отвозили к индейцам на территорию. И платили им по 60 долларов за грузовик земли. Ну, сейчас и это пресекли. То есть, вокруг всех этих вещей существует куча разных схем по выжиманию денег из индустрии разных, по очковтирательству. Вот еще не только показуха, но и очковтирательство. Вот. И в конечном итоге в отчетах будет то, что будет в отчетах. Совершенно не обязательно имеющее какое-либо отношение к истинному положению вещей. А при таком положении вещей, даже в самых ведущих странах, которые лучше всего преуспели именно в показухе, посмотрите на нашу страну, на наши города. Что в них особенно? У нас какие-то особо красивые города, у нас какие-то высокие достижения, кроме природы, к которой мы, в общем, не имеем отношения, потому что нас очень мало, мы не можем ее эффективно засрать. Канада огромно, вторая страна по величине в мире, а население у нас сгульки нос. Вот. Чем нам гордиться? И живем мы, как прилипалы на Соединенных Штатах, и к нам едут иммигранты, и везут деньги, и задешево работают. Вот и вся наша хитрость. Вот и вся наша хитрость. Что же касается глобального потепления? Ну, если мы отследим, какие были прогнозы в течение последних 60 лет, то были прогнозы глобальное потепление, потом глобальное похолодание. Глобальное потепление, глобальное похолодание. Я вам открою секрет. У нас глобальное потепление случается каждое лето, причем на одной части Земли одно лето, а на другой зима, и наоборот. Те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, скорее всего, являются какими-то процессами глобальными. Возможно, отчасти связанными с нашей деятельностью, возможно, не связанными с нашей деятельностью. Но существуют цифры, показывающие, что углекислого газа выделяется из вулканов на порядок больше, чем мы можем вообще себе позволить произвести. Может быть, это тоже какие-то липовые цифры, но, если честно, нормальной эта атмосфера, посмотрим атмосферы планет, чего больше всего на Венере? У углекислого газа. Чего больше всего на Марсе? У углекислого газа. Там до 90% атмосферы состоит из углекислого газа. А у нас это какие-то маленькие-маленькие проценты всего лишь. У нас азотовая атмосфера, что довольно редко. Еще такая же встречается на Титане, спутнике Сатурна. И у нас до 20% составляет кислород, который считается, является результатом жизнедеятельности растений. Причем не столько живых легких планет, как это считается, леса, амазонки и прочее, как нашего океана и фитопланктона. То есть по своей массе и значимости он, возможно, превышает все наши леса и так далее. Кислород в свободном состоянии, он редко может оставаться. Он окисляет все, что не попадя, и превращается в твердую форму. Превращается в тот же углекислый газ. Углекислый газ – это диоксид углерода. То есть сказать, насколько это все антропогенно или не антропогенно, очень трудно. Еще. Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем лучше растут растения. Больше урожая. И тем больше они производят кислорода. Потому что откуда им кислород-то брать? Они взберут его из углекислого газа растения. Углерод идет на построение органических веществ, а кислород выпускается в атмосферу. Так чем больше углерода, углекислого газа в атмосфере, тем более богатая у нас флора и прочее. А парниковый эффект. Коров. Вы слышали про это? Что коровы выделяют очень много... Метана. Метана, да-да-да-да-да. И это тоже туда же. И нужно их всех сейчас уничтожить. Пошла такая новая история. Это тоже что-то такое. Как с метаном быть? Его что, действительно много сейчас? Ну, вы мне дайте денег и поручите что-нибудь доказать. Я вам докажу, что коровы влияют на климат на Марсе. Честное слово. То есть цена вопроса? Все, да. То есть все доказывается. Все что угодно можно выкрутить и доказать. Главное, что нужно заказчикам. Если серьезно говорить, подход к изменению климата у нас совершенно неверный. Нам надо пытаться не остановить эту тенденцию. Это все равно, что остановите планету, я сойду. А иметь долгосрочные планы по реорганизации нашего образа жизни. У нас есть еще время. Разукрепление городов. Постепенные планы строительства дамб там, где мы хотим сохранить города. И планы по отступлению вглубь материка. Если мы реально опасаемся поднятия уровня моря. Вот. Жить под уровнем моря мы умеем. У нас есть страна Нидерланды, которая до 15 метров ниже уровня моря оказывается. И она вся может до 5. Может, я соврал про 15. Но то, что точно, если сейчас сломать все дамбы, останется только небольшая часть территории Нидерланды. Все остальное отвоевано в море. Конечно, сделать это со всеми портовыми городами не удастся. Но, возможно, у нас, может быть, есть 40-50 лет. За такой срок можно постепенно отползать. Совершенно другую концепцию расселения людей сделать, за которую я воюю уже давно в своих книгах, уже 20-25 лет. Что надо разукрупнять города. Надо пользоваться тем, что сейчас мы можем, во-первых, дистанционно работать. Во-вторых, то, что мы можем делать самодостаточное жилье с собственным источником энергии, скажем, солнечные батареи. То есть, вот создать какой-то стандартный юнит для проживания, одиночки, семьи, удобные, высокотехнологичные, легко развертываемые, легко переносимые, со всем, что только можно, самодостаточные. Мы хотим сделать такие модули для Марса. Давайте сделаем такие модули для Земли. Ну, что гораздо проще, правда? Вот. У нас всюду есть очень много самого разного материала, который мы можем использовать местно. Сейчас мы развиваем трехмерную печать различных предметов, которые можно будет производить по заказу и потом утилизировать одежду. Об этом у нас были передачи. Зашел в специальный шкаф, нажал на кнопку, выбрал, что ты хочешь носить сегодня. Тебя опрыскало, это все застыло, и ты в этой одежде ходишь. Приходишь домой, вбрасываешь ее и в переработку. На следующий день опять взял, нажал и оделся так, как захотел. Вот. А почему нет? Это все возможно, просто нету такого запроса. Ведь вот эти вот колоссальные миллиарды, которые мы тратим на войну, на всякие глупости, на ту же борьбу с климатом, если их вложить вот в концептуально другое устройство жизни человечества, то потепление будет нам только на руку. Гораздо больше районы Земли станут легко обитаемыми, освободятся гораздо больше районов умеренного климата. Это прекрасно. У нас действительно огромные массивы Сибири, Канады. Мы же не пытаемся бороться с приходом лета, чтобы у нас снег во дворе не таял. Мы понимаем, это бесполезно. Но это бесполезно. Потому что есть вещи сильнее нас. Да и зачем? Или наоборот. Мы же не боремся с приходом зимы. Мы пытаемся приспособиться и пережить ее каким-то образом. И вот этот идиотизм с идеей, что надо бороться, торговать это квотами на углекислый газ, ограничивать индустрии и прочие вещи, вызывать экономические кризисы, доводить до абсурда страны, ставя их в зависимость от каких-то источников энергии, которые еще до сих пор не развиты настолько, чтобы они могли обеспечивать эти страны. Первая наша с вами обязанность – это чтобы здесь и сейчас наши люди жили нормально. Завтра мы не знаем, что случится завтра. Ядерная война, падение астероида. Вторая – это планировать так, чтобы наши люди жили нормально потом. Понимаете? Если у нас пропадет еще какой-нибудь вид жучков, это не такая трагедия, что если у нас в 21 веке страны умудряются уничтожать друг друга, а люди продолжают дохнуть от голода, а в других местах мы выбрасываем тонны жертвы. Вот в чем наши настоящие-то проблемы, а не то, что нам пытаются внушить. Да, действительно, Вселенная жестокая, жизнь на планете очень хрупкая. Мы знаем, что в далекой перспективе мы можем потерять эту планету, что бы мы с ней ни делали. Нету таких сил, даже суперцивилизаций, которые могли бы остановить старение Солнца, его расширение. Трудно себе представить, что можно каким-то образом сдвинуть орбиту Земли, так, чтобы она удалялась от этого Солнца или еще какие-то вещи. Но может быть, действительно, через миллиард лет. Но это гигантомания. Какие миллиард лет? Нам бы на кладбище сейчас не попасть. А мы тут уже себе это самое... Посмотрите, сколько существуют виды. А виды не существуют миллиарды лет. Они миллионы-то лет не существуют. Вы дотяните там до следующего тысячелетия, а то обрадовались. А тут уже пошло-поехало. Вот из-за этого все и происходит. А ученые ученят то, что им платят. Или можно найти придурка, который сам убежден в какой-нибудь фигне, и начать его поддерживать. И тогда он вам будет ученец в том направлении, в котором его глупость. То же самое. Сейчас ведь можно кого угодно зайти. Вопрос зачем? Вот вопрос зачем. То есть какая цель поддерживать ученых? Но опять же, видите, исходить из идеи, что те, кто правят миром, они заботятся о том, чтобы людям было хорошо, то мы тогда и не понимаем, что происходит. А видимо, не заботятся, чтобы было хорошо. Как раз-таки наоборот. Поэтому такое складывается впечатление, что все как раз-таки делается для того, чтобы человек вымер. Я не понимаю, в чем здесь логика. Вот почему не собраться всем и не сделать всем хорошо? Ну, во-первых, это невозможно. У нас очень несовершенный мир. Гораздо легче сказать, что вот этим хорошо, и они поверят. А этим плохо, и они тоже поверят. У кого есть... В глобальном мире у кого-то есть как бы привилегированное положение говорить, кому хорошо, а кому плохо. Именно поэтому сейчас пытаются опять сделать поляризацию, как во время Советского Союза и Америки, Холодной войны, когда было мнение у американцев, что им хорошо, а у советов, что тем хорошо. И вот когда мнение американцев переломило мнение Совета и внутри Советского Союза поверили голосам, что им плохо, тогда Советский Союз и грохнул, и все ринулись на Запад и увидели, что все, что Советский Союз говорил про Запад, было правдой. И там тоже хреново. Причем во времена Советов там было даже очень хреново. И допускались какие-то совершенно жуткие вещи. В той самой, знаете ли, Америке негров не пускали в те же места, куда белых, еще до 60-х годов. Мусор валялся по всему Нью-Йорку, там никто не хватило за него убирать. Всякие волнения были там. Чего только не было в то время тоже. Но тогда хотя бы их пропаганда пыталась как-то стесняться, потому что соревновались с советской пропагандой. Советы тоже пытались держаться в каких-то рамках, пока зустничали там или нет. Сейчас же все совершенно уже никто ни перед тем не стесняется, никто ничего не пытается даже пробовать изображать. Вот. А почему? Ну потому что вверх поднимается дерьмо. Ну потому что, ну вы не заставите меня стать там президентом мира. Я еще на ранних стадиях смотрю. Потому что человек, который хоть немного размышляет, он понимает, что это все невозможно улучшить. Мир неисправим. Можно только делать какие-то починки тут, починки там. Нет, я не хочу сказать, что я не дерьмо. Я тоже дерьмо. Но я плохо всплываю. Видимо, я какое-то дерьмо комбинированное с чем-то еще. Например, ко мне кирпич привязан. Я вверх плохо всплываю. Вся проблема в том, что те, кто действительно принимают решения, они плохо образованные, очень глупые и по-своему ненормальные люди. И неизбежно наверху оказываются только такие. И даже не наверху, а именно вот эти вот серые кардиналы, которые реально дергают за какие-то нитки, они явно психически ненормальные существа. Вот эти вот Ротшильды, там все это самое. Ну, потому что когда ты пытаешься последовательно захватить как можно больше средств, денег и прочее, и это для тебя является главным идолом в твоей жизни, в жизни твоей семьи, твоего рода, ну, они в этом преуспевают. Сколько при этом они уничтожают там людей, народов, развязывают войны и прочее. У нас есть определенное число людей, вообще не имеющих никакого сострадания, никакой совести. И то, что мы решили, что человеколюбие это естественное состояние человека, это уже все не так. Это очень новая иллюзия, которую мы себе придумали. Раньше вообще это не считалось чем-то ужасным, если кто-то где-то гибнет или там какой-то народ вздыхает или еще что-то. Вот. Поэтому происходит то, что происходит. Какова тогда роль правительства в решении проблемы глобального потепления в свете этого всего? Делать вид. Все-таки мы приходим к этому же, да? Все делают вид. Жизнь человека не вечна, карьера его тоже не вечна, ну, кроме некоторых исключительных, которые считают, что вечна. Они наиболее опасны, которые пытаются сделать какие-то великие вещи для великой нации. Вот эти самые страшные. Потому что они... Какие-то идейные люди, даже фанатники, Они начинают всех напрягать очень сильно, а потом хлоп, их нет. И осталась и нация кривая, и вещи недостроенные, и критика всего. Вот. Потому что заниматься надо здесь и сейчас. Чтобы у тебя люди вверенные тебе были сыты, были довольны, не дрались, друг друга не убивали, чтобы было им интересно жить. Ну, и прочие такие вещи. Но это скучно. и в истории об этом в учебнике не попадают за это. При нем людям хорошо жилось, хорошо елось, было не скучно жить. И пилось, да, да, да. И пилось, да. Нет, он там строил нацию, еще о чем они. Ну, так в те времена и не считалось большой проблемой угробить несколько миллионов народов. А сейчас как бы декларируют, что это ненормально. Поэтому все как-то совсем уже плохо выглядело. Мы же вроде договорились, что не надо убивать людей массово. И опять за старое. Зачем? Особенно в свете вот этих страшных катаклизмов какой нафиг этот климат? Вот посмотрите, что творится. Вот Нью-Йорк затопило это из последнего. Пожары, наводнения, какие-то просто извержения вулканов, землетрясения. Вот о каком глобальном потеплении вообще мы говорим в рамках вот этих всех стихийных бедствий на уровне вообще там просто мировом. Я не знаю, что страну, в которой что-то не произошло, правда, вот из последнего. Да, но если вы посмотрите старые сводки, там тоже что-то происходило. Мы просто забываем. Память хорошая штука, она забывает. Я к тому, что насколько вообще имеет смысл говорить о глобальном потеплении, о серьезной какой-то проблеме, катастрофе, которая может привести это глобальное потепление для земли. На фоне того, что сейчас все само по себе происходит, уничтожается, разрушается, люди убиваются, земля освобождается, все происходит в регулярном. У нас куча городов затоплены. Рядом с Александрией затоплена часть города. Часть Херсонеса, по-моему, тоже под водой, не знаю. Куча городов затоплены. Были и раньше поднятие уровня моря. А есть места, где наоборот оно отошло. Мы путаем две вещи. Загрязнять среду и глобальное потепление. Это разница. Подмена понятий вот это вот, когда мы говорим про одно. Это дурно. Что такое, что мы в мировой океан пластика спускали тонны? Это безобразие. Выбросы в атмосферу это безобразие. Да, надо стараться делать так, чтобы этого не было. Но углекислый газ не знаю. Есть ли какие-то доказательства того, что глобальное потепление существует, что это действительно угроза какая-то для планеты? Ну, конечно, есть. Есть же кривые средних температур, есть показатели таяния льдов. Но, с другой стороны, разве таяние льдов это только плохо? более умеренный климат, разве это плохо? Чем может нам грозить таяние льдов, если это выйдет из прогнозов? Поднятие уровня моря и затопление прибрежных городов. Брежных, это зависит от местных условий таких. Это же огромное количество ученых, представляете, этим занимается, получает на это гранты, зарплаты, пишут статьи, книги. Я не говорю, что мне надо заниматься. Надо заниматься надо. Но надо быть реалистами. Это все равно, что муравьи изучали эффект того, что люди построят атомную станцию рядом с их муравейником. Ну и что? Что они могут воспрепятствовать людям построить эту атомную станцию? Либо вы можете взять свой муравейник и валить, либо полагаться на то, что у людей со станцией все будет в порядке. Получается, нужно как-то все равно думать о будущем наших поколений. Ну я же сказал, как думать. Вот эта вот история, мне нравится ваша идея с другой стратегией, альтернативным как раз таки решением. Но это ведь никто за это не берется. Опять же, это же невыгодно. Берутся, все берутся. В смысле, яркие умы. Где живет Илон Маск? Он живет в маленьком домике за 50 тысяч долларов, которые ему там разворачивают за пару дней. И все. Это тоже какая-то, знаете, история о том, что сейчас людей приучат к тому, что им не надо никаких благ цивилизации. В принципе, им достаточно маленького домика, машины не нужны, потому что они загрязняют. И, в общем-то, мы возвращаемся в первобытный общенный строй, пещеры. вот как-то так. Без особых мечт и желаний и планов. Наоборот, почему? Не знаю. Ну, вот машины сейчас хотят, я насколько понимаю, на газу, какие, скажите мне, на бензине, на дизеле запретить, оставить только электромобили. Правильно? Это тоже втирательство. Мы знаем, что утилизация литиевых батарей это проблема. То, что электроэнергия, которую мы засовываем в эти машины, она может производиться весьма грязным образом. Но, с другой стороны, в городах воздух будет чуть почище. Это хорошо. Автоматические машины тоже хорошо. Надо изменить наше уже меняется. Действительно, люди слишком много шастают. Им не надо так много шастать. Привычки остались еще с тех времен, когда мы были молодыми, и хочешь с кем-то пообщаться, значит, садишься на трамвай или автобус, едешь и общаешься. И вот по инерции многие также рассуждают. Очень многие вещи сейчас можно делать никуда не едут. И ковид нам это показал. Практически перекрыли все сообщения между странами, а все равно цивилизация продолжала функционировать. И оставила нам в подарок вот эти наши передачи по Зуму, и сейчас в телевидении мы постоянно видим людей выходящих. Интеграция стала совершенно другой степени. Психологическое вот это восприятие постоянно хочется собеседника орешками угостить или жвачкой. То есть ясно, что мы очень архаичны. Вот эти все потоки машин, которые мы наблюдаем, если взять каждого в отдельности, возможно, эта поездка не была нужна. Кто-то относится к вождению как к какому-то психологическому времяпрепровождению. А зачем? Они загружают дороги, они загрязняют этот самый воздух, они создают дополнительные аварийные ситуации. Нельзя относиться к вождению иначе, как просто к перемещению. Ездить для удовольствия это неправильно. Я не соглашусь, конечно, но опять же есть города, где вождение это вынужденная мера. Например, Галифакс маленький город, здесь нет метро, и если сравнить, как в Москве можно просто обойти без машины, потому что любая станция метро это практически место, куда тебе нужно, вот даже там в шаговой доступности, то в Галифаксе не приспособлен город для того, чтобы ходить пешком. Я не призываю пользоваться метро, я призываю к кому-то вот нам ковид показал, улицы были пустыми, города были пустыми, а цивилизация продолжала функционировать. Вопрос, как она продолжала функционировать, если посмотреть, сколько людей съехало с катушек простым языком, находясь в изоляции. Да, потому что так они съезжают с катушек незаметно, а так съехали заметно, потому что было неорганизовано ни эффективное развлечение, ни альтернатива обычным занятиям, ни прочие вещи. Но чисто технически мы можем значительно сократить наш след, так сказать, карбоновый изогрязнений. Дальше консюмеризм. Мы производим очень много ненужного. Избыточность. С другой стороны, у нас очень много мусора. Этот мусор никак не перерабатывается. есть отличные технологии, разработанные, как это все можно было утилизировать в асфальтное полотно, там, эти покрышки, и оно было бы лучше и более стабильно. Еще в какие-то вещи. Но все это чаще всего на уровне показухи. Вот. В какой точке нам надо тогда, знаете, вот начать, не знаю, менять что-то вокруг себя хотя бы. То есть какие-то единомышленники должны быть. Если каждый за собой уберет, я не знаю, там, меньше купит. Я вон пластика кучу выкидываю. Генерирую, Да, генерирую. Да потому что все это бесполезно. Я не виноват в этом пластике. Можно было организовать так, чтобы у нас из крана текла питьевая вода нормальная. У нас течет вода из крана. Во-первых, она невкусная. Во-вторых, она с привкусом хлорки и еще чего-то. В-третьих, она небезопасная. В-четвертых, в-пятых и в-десятых. Не организованно. Понимаете? А когда не организованно, мы должны пить бутылированную воду. Тоже не организованно. Если они знают... Пластики. Да. Если они заведомо знают, привозят эти... Либо тебе привозят эти бутыли по 11 литров, ломать спину и их туда-куда-то ставить. Либо ты покупаешь эти бутылочки в этих самых. То есть элементарная вещь, людям нужно пить. Не могут организовать города. Дальше туда у каждого дома есть колодец. Ну, то есть роют колодец и типа артезианская вода. Вот я жил там 15-17 лет и никогда не было проблем, просто вода из-под крана артезианская. Ну, пока этот колодец не зацвел и она тоже стала как противная. Вот. Что-то там надо было тоже делать с ним. Хорошо. А тогда есть ли связь между глобальным потеплением и в целом экономикой, бизнесом? То есть кто на что здесь влияет? Может ли бизнес повлиять на глобальное потепление? И хочет ли он вообще это делать? Чья это задача? От какой точки нужно попробовать поменять? Скорее всего мы не можем повлиять на глобальное потепление. Но все-таки нет. Мы не можем. Ну, а если бизнес будет выбрасывать меньше отходов, как это будет организована вот эта вот часть как раз-таки переработки? Может быть что-то повлияет? Или это опять же все-таки наши домыслы? В потепление мы входим в какую-то астрономическую фазу, когда у нас идет потепление. На Марсе тоже идет потепление. И таяние этих шапок марсианские. Хотя там есть свое объяснение. Мы не знаем, но вот этот глобальный процесс, если мы его и вызвали, может быть, мы его толкнули. Но остановить мы его вряд ли сможем чисто сокращением этого газа. Нам надо приспосабливаться. Приспосабливаться надо. Приспосабливаться и разумно подходить к тому, что приоритет это здесь и сейчас наши люди, чтобы они не мерли, чтобы мы их не убивали, чтобы мы их не вводили в стресс. И непосредственно ближайшие поколения, чтобы с ними тоже все было в порядке. Это то, что касается потепления. А то, что касается загрязнения, конечно, надо бороться с загрязнением. Но с загрязнением надо бороться, начиная с консумеризма. Нас заставляют потреблять в разы больше, чем нам нужно. И в той форме, которая нам чрезвычайно неудобна. А нам чрезвычайно неудобна. Каждый раз человечество встает с утра, словно бы оно удивляется, что ему надо есть, что ему надо во что-то Что ему надо куда-то ехать. И всюду эти вопросы решаются так по-изуверски. То есть если вот проанализировать, что в количественном итоге, а все из-за временности, то есть человек чувствует свою временность. Вот лишь бы, лишь бы. Ну еще десяток лет, ну еще 20 лет, а потом мне пофиг. И вот из-за этой временности нашего присутствия в этом мире, наше отношение к этому миру такое. У него какое к нам мир, у мира к нам отношение? Да никакое. Знать он нас не хочет. Ну и мы к нему также относимся обратно. Взяли, насрали и умерли. Ну получается, вот он бизнес формирует же наше, вот это вот, это называется потреблятство, я извиняюсь. Потому что по-другому, ну как бы не назовешь, когда у тебя там куча вещей, куча ненужной еды, которую ты покупаешь под воздействием там каких-то твоих триггеров, да, которые задеты маркетинговой компанией. Вот и так далее. Поэтому безусловно. А если вот снижать потребление, оставлять себе сам... Ну это аскеза некая такая, да, получается даже? Да почему аскеза? Нам вся эта фигня пластиковая, это самое, она вся идиотическая. Можно сделать такую прекрасную организацию всего, вплоть до централизованного развоза каких-то этих самых обедов всем. Ну мы в конечном итоге ведь затрахались уже придумывать, чего приготовить на ужин, нет? Да, сейчас моя боль. И каждый раз надо там как-то изворачиваться, кого-то звать, кучу этих самых. Да, все. Едет машина и всем разливает эту, как ее, похлебку. Ну это закон с лагерью получается. Где же индивидуальность человека, где же личность? Хорошо. Из одного краника похлебка с перцем, из другого без перца. Вот вам индивидуально. Ну так убиваем вообще смысл жизни человека. А какой смысл жизни человека? Вот это вот хороший вопрос. Ну это же как-то пройти мимо, просто поев похлебки и не намусорив сильно много, уйти. Да, я не имел в виду в этом, что похлебка, не привязывайтесь к похлебке. Я говорю, что все системы должны быть организованы рационально. За это возьмется кто, 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 никому. Вот опять же возвращаясь, у кого попросить? Кому мы платим за это, этим занимается из рук вон плохо. Муниципалитеты, провинции, губернаторство, федеральные, они все занимаются возложенными на них обязанностями из рук вон плохо. А частные фирмы тоже занимаются плохо. Все всем занимаются очень плохо. Какая-то бессмыслица в этом во всем тогда, в протекании жизни. Ну так у нас жизнь такая. Вон я пошел, заказал очки. Мне уже второй месяц их не могут отдать. Сначала они сами их поломали. Потом у них что-то там с линзами у них не получалось. Я сказал, вы как во времена, когда открыли линзы, что ли, экспериментируете. Сейчас они сказали, ну вот теперь мы будем их шип. Шип у нас, говорят, отправлять по почте тоже шип. Но это игра слов с кораблем. Я говорю, вы их положите на Титаник, а потом сообщите мне, что они утонули, и что шансы их оттуда доставить будут малы. Понимаете, а что можно с ними сделать? Ничего нельзя сделать. Да. И все из рук вон плохо. А тогда можете предложить какие-нибудь решения? Вы уже начали, знаете, интересную тему, когда мы можем, не знаю, наверное, как-то не повлиять, но сделать свою жизнь комфортной относительно всего этого глобального потепления. Мы уходим немножечко в города другие, да, мы уходим в другие территории, да, мы рассредотачиваемся из больших городов. Что мы еще делаем? Функциональные дома. Конечно, да. То есть нам не нужны пятиэтажные дома с восьми спальнями, пяти санузлами там. Нет, нет. И так далее. У нас у всех есть огромные сети дорог. Вокруг этих дорог куча мест. То есть с коммуникацией вдоль этих дорог мы можем делать небольшие такие поселения по круговому типу, с этими вот легко возводимыми, легко переносимыми, самодостаточными домами. И люди там могут жить. То есть не полная социальная изоляция. Ну зачем их изолировать полностью? Но если им не нравится, они могут взять этот дом, поставить его на специальный перевозник и перевезти в другое селение, если им надоело. И все. Угу. Да, интересная мысль на самом деле. Всегда прутся в Торонто, в Ванкувер, уплотняясь друг другу на голову, плодя там клопов, тараканов, крыс и так далее. Да, это ужасно. Да, а канадские просторы, ну вы же ездите, наверное, по Хайвэю, да, и вы видите на многие сотни километров просто там пустые. Да, уже есть инфраструктура. Не то, что мы их пытаемся полностью выбросить. То есть да, будет какое-то время для доезда до больницы местной. Уже эти системы существуют, как бы, этих дорог и прочего. И с тем, что действительно в конечном итоге города являются рассадниками всех наших основных проблем. Вот. Надо их разупругнять. Да, рассредотачиваться. Ну, тогда получается, подводя итог, да, не нужно делать пульта из глобального потепления и думать, что ты можешь на это повлиять, да, и там, я не знаю, как-то придавать этому большое значение. То есть нужно делать то, что ты делаешь, наверное, по мере своих сил возможностей. Не загрязнять, это первое. Ну, сколько-то жизни нам осталось, да, чтобы понять, глобальное потепление от нас зависит или не зависит. Нам это зачем знания, вот эти вот, от кого зависит глобальное потепление. Это задача ученых, наверное, все-таки в большей степени. Пусть они этим занимаются. Надо отдавать отчет, что все социальные повестки имеют политические и манипулятивные подоплепки. Сегодня по глобальному потеплению, завтра мы говорим о правах социальных меньшинств, еще и так далее. Чаще всего эти вещи направлены на то, чтобы отвлечь наше внимание от настоящих проблем. Здесь и сейчас найти оправдание неэффективным властям и злым и умелым людям, которые манипулируют как властями, так и населением. Решения для этого нет никакого. Проблема заключается в том, что действительно стаду обезьян внедрили. Чуть-чуть более эффективный мозг. И вот мы так и носимся друг к другу. Вот прям фатализм в этом, да, звучит. Не, ну вы можете создавать прекрасные миры вокруг себя. Никого нет. Но он до тех пор, пока мой мир не пересекается с внешним миром, которому это вдруг в какой-то момент не понравится. Ну вот, например... С внешним миром надо иметь отношение швейкой. То есть быть позитивным идиотом. Это лучше. Ну, не знаю, не могу здесь сейчас сообразить лучше это или нет. Непрессивная система и любая другая система ломается, когда встречается с позитивным идиотом. Дайте характеристику позитивного идиотизма. Каким ты должен быть вовне? То есть прям четко по швейку. Четко по швейку. Да, господин полковник, непременно меня надо казнить. Это будет очень полезно для нашего общества. Ну и прочие всякие вещи. Ну да, тут, конечно, не забалуешь. Да, интересная история. Я, по крайней мере, понимаю, что это все, знаете, как повестка для как раз-таки манипуляции в ту или в другую сторону. То есть когда удобно, у нас потепление. Когда удобно, у нас похолодание. Все же делается в рамках того, чтобы людям объяснить. Я радуюсь, когда снег тает. Я радуюсь, когда открываются новые просторы. Я радуюсь, когда весна становится раньше, а осень наступает позже. Я радуюсь, когда зимой меньше снега. Ну, или когда больше снега. Мы его убираем. Я всему радуюсь. Помните, у Рязанова, у погоды нет плохой природы. Да, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Да, ну это, наверное, еще просто ваша особенность. Просто радоваться. Плечевое слово в этом во всем. Я просто радуюсь. Поэтому, наверное, в этом есть какой-то секрет. Я предлагаю, лучшее решение быть позитивным идиотом. Да, да. Ну, наверное, это и есть решение, потому что мы на это повлиять точно никак не можем. А когда тебе... Единственное, мы можем разочароваться, когда тебе дают в бумажном стакане горячий суп с бумажной ложкой. Я не знаю, вы такое пробовали или нет в Тим Хортенсе. Мы уже имели возможность это отведать. А вы не знаете, что делать? Надо купить в пластиковую бутылку, в пластиковой упаковке и вылить немножко воды в горячий суп. Нет, там даже дело не в этом. Просто я когда увидела бумажную ложку, да, и вот бумажный горячий суп, вот это, конечно, все вместе. Если вылить немного воды, то его можно выпить. А, ты понимаешь? Ну, то есть, сама идея тогда поедания супа, она не имеет смысла. Вот, поэтому если с этим нужно выпить... Они, которые всегда на голову его выливают. Короче, предлагаю запись. Курсы позитивного идиотизма. Идиотизма, кстати, да. Да-да-да, по швейку. Это надо обдумать, да. Когда можно изменить самого себя. Если мир идиотский, надо к нему приспособиться. Ну, приспособиться, да, ключевое здесь в этом всем. Потому что слишком, как это, господа, да, вы слишком серьезны. Вот, вы разучились смеяться. Так вот и здесь. Мы как-то ко всему так серьезно подходим, относимся, причем даже к тем вещам, которые от нас не зависят. Но мы почему-то думаем, что человек способен влиять на, как вы правильно сказали, на огромный мир, на планету. Пойдите в ванную, разденьтесь и посмотрите на себя. Так, а что я там должна увидеть нового? Ничего личного. Ну, разве Бог мог быть серьезным, чтобы создать человека в нашем обличии? А смотри, в каком возрасте. В любом. В любом возрасте. Нет, нет. Эти ноги, эти пальцы, эти уши. Посмотрите на это чудо. Чем все это, да? Да, да, да. У женщин, видите, грудь у женщин, это вообще прикольно. Ну, что вы, это же как раз сейчас предмет различных. У кого, ни у кого из млекопитающих нет таких грудей, вы знаете? Мы их еще улучшаем, вы же понимаете, чтобы пластика, конечно, силиконы, все дела. Вот она тоже. И силиконы, да. Загрязнение окружающих средств. Они засунули, другие выкинули. Археологи будущего будут гадать, почему всем скелетам женского пола клали какие-то подушечки на грудь. Пластика. Слушайте, ну вот тоже мы даем возможность нашим потомкам поразгадывать тайны 21 века. Да, это очень интересно. Спасибо большое, Борис. У меня... А, у мужчины все между ног висит эта фигма. Ой, там это вообще, ну это хотя бы закономерно. Это вообще такое закономерно, что он не мог придумать как-нибудь лучше этот Господь. Нет, не мог. Больше воздевать. Ну такое вообще. Ну вы-то должны уже понимать, почему так произошло. Вы же к нему ближе. Почему? Зачем он так с нами? Выпимший был. Нет других. Да. Да, да. Объяснение еще ни разу не давал. Вот, ну потому что теоретически это невозможно. Вот, если исходя... Что, напоить Бога? Да. Можно. Он же всемогущий. Да. Значит, может он напиться? Может. Почему никто не пробовал? Кого? Бога поить? Ага. А его никто не должен пробовать? Поить. Он сам себя напоит. Он же говорит на вино. Съесть кровь моя. Представляете, у него кровь вино. Съесть плоть моя. Кровь нового завета. За многих изливаемое восставление грехов. Пейте, едите. Воспоминания мои. Прелесть. Кто бы мог подумать, куда заведет нас глобальное потепление в конце беседы. Да, это, конечно... Выпимший был. Выпимший. В общем, нашим потомкам будет о чем подумать, когда они нас откопают. Поэтому неважно, глобальное потепление или нет, на это повлияет. Но, тем не менее, живем как можно. Конечно, закопают многих, а откопают немногих. На этой оптимистичной ноте, конечно, да, хотелось бы закончить. Что хочется еще пожить и пожить радостно с мобильными домами. А чтобы пожить радостно, надо овладевать искусством позитивного идиотизма. Идиотизма. Надо перечитать швейка, на самом деле. Я только что пересмотрел чешский. Чешский, вот этот. Замечательно, 57-го года. Да, да, да. Он, конечно, прикольный. Обалдеть. Значит, пересмотрю. А я думаю, что на волне... Откуда швейк у нас всплыл в нашем позитивном мышлении? Он сейчас стал популярным в России. Видимо, из-за их новых исторических свершений. И стали о нем говорить, и я посмотрел. А, вон как. И столько даже я посмотрел, он мне выпал где-то в рекомендациях. И я, естественно... Искусственный интеллект заботится о нас. О том, что мы должны посмотреть. Супер. Спасибо большое, Борис, за интересную беседу. Очень круто. Он давно уже обладел искусством позитивного идиотизма. Вот, мы же с вами, да, обсуждали. Он говорит, я ничего не знаю, я искусственный интеллект. И все. Да, это типа... Тут я ничего не могу тебе сказать. Да, да, да. И, скорее всего, да, это твои домыслы. Вот то, что ты ищешь здесь конспирологию, да. Я бы не был бы с тобой так вот сейчас согласен. А он красавчик, конечно, интеллект. Я бы не стал бы так утверждать. Скорее всего... Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Да, все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»